Вот и новый день и новая неделя. Доброе утро, мои хорошие. Всем огромный пламя итальянский. Чао. Восемь утра. Скоро будет бомбить восемь раз наша церковь. Я возвращаюсь домой. Несу домой немножко клубнички. Мне синьор бабуля дала. Все, отработала. И домой иду. Романтика у нас тут. В нашем районе. Трактор везет другой трактор. С такими тонкими колесами повез. Которые могут проезжать по рисуем полям, чтобы не портить рис. Вот на той... Так, поработали. Теперь можно и душ принять. У меня тут прям натюрморт такой. Помодорки. Две помидорки такие. Прям по-итальянски хочу сказать. Две помидорки. Такой пучок петрушки. Такой красивый. Мы вчера в Василунке купили эту петрушку. Эту петрушку. Она намного лучше, чем в нашем ближайшем супермаркете. И даже дешевле стоит. И тут больше этой петрушки. У нас, кстати, нормальная петрушка обыкновенная. А та петрушка в нашем ближайшем супермаркете, она огромная. Какие-то огромные листья. Вот. И она не такая свежая, как эта. И дороже стоит. Две помидорки у меня тут. Уже мягкие. Уже можно это самое. Или салат делать. Или для чего-то. Я ее специально оставила. Чтобы они дозревали. Так красиво выглядит все. Ох. У нас сейчас пекло уже. Два часа дня. И у нас пекло. Да, елки-палки. У нас такое пекло. У нас действительно жарко. Вот сейчас бы. Кстати, вот на то место, где мы вчера с Ленусиком были. С Ленчиком. Елена Ника. То есть. Ну вот. А ее так называют. Так называется ее канал на ютубе. Елена Ника. Там еще что-то. Не помню, что уже. Но Елена Ника точно. Классное они нам место показали. Вообще здорово. Ну, я так поняла, что там не только одно единственное такое классное, здоровское место для отдыха. А там есть еще такие места. Просто надо искать. Просто надо знать об этих местах. А у меня муж, как вы знаете, никуда не ездит. Он воду не любит. Плавать не любит. Он даже не умеет плавать. Вот. Поэтому он ничего не знает. Все. Каждые выходные сидим дома. И мне надоело это уже. Вот. Как лето, я говорю, так жара. И сидим дома. Спасаемся от жары. Надо жары спасаться у воды, елки-палки. На море надо ездить. На озеро надо ездить. А у нас здесь, рядом с Набарой, только проходит река. Это несчастная вот эта агония. Вот столько. Вот такая вот глубина проходит. И все. И что? Только ступы намочить. И все. Все дела. Но надо будет действительно разузнать, где там поближе эти места. Ну, кстати, Лена сказала, что она узнает, где поближе от ее дома, самое ближайшее от ее дома место, где можно отдохнуть, искупаться на озере. Вот как раз когда вот в ее обеденный перерыв, у нее обеденный перерыв, кажется, полтора часа. За эти полтора часа можем, конечно, съездить и искупаться вместе. Я подъеду к тому месту. И было бы здорово. Я хоть узнаю сама в том месте, чтобы можно было ездить туда с Никитой тоже. Никиту возить. Вот. Послезавтра я должна Никиту отвезти в парк Ондалант. Вот я не знаю. Вот у меня домы такие, домы. Вот. Но я его отвезу. А он там больше со своими друзьями тусоваться. А я там что буду? Одна, что ли? Мне одно неинтересно. Вот. Тем более, какие деньги тратить. Если бы с кем-то, то ладно. Я бы пошла бы. Если бы какая-то компания была. Ну, вот так вот придется его только отвезти. И сама Куля и Галинка. Не знаю еще. Я еще подумала, где буду гулять. Там есть рядом, где есть, в принципе, Outlet. Вот. Но что толку гулять, если скидки еще не начались. Вот. А только гулять и смотреть на все это. Глазеть. И захочется то купить. Захочется это купить. И только вот, как говорится, душу себе травить. И не знаю. В общем, сейчас я буду рыться в интернете и искать, где-то неподалеку, есть хорошие места, где можно будет погулять. В то время, когда Никита будет в парке в Ондаланде, я вместо того, чтобы домой возвращаться, я лучше бы поехала бы там где-то недалеко, куда-то, в хорошее место, куда-то бы погуляла. Вот так вот. Так что я буду сейчас думать-думать. Ну, придет муж вечером, я его тоже спрошу. Вот. Что лучше сделать. Так что вот такие вот у меня планы. Так, ну а сейчас, пока я на кухне нахожусь, я сразу сделаю фарш для котлет. Буду делать котлетки мясные с добавлением овощей. Я добавлю, конечно, картошку и кабачок, ну, дзукину. Вот. И сделаю по-нашему, поджарю и потом протушу на пару. Обещала мужикам котлет сегодня сделать. Посмотрим, с чем, что там у нас будет на горне. Мы еще посмотрим, подумать. Ну, самое главное, я сделаю котлеты. Вот, смотрите, прежде чем начинать делать фарш, то я прокручиваю, видите, одна картошка, одна луковица и одна дзукина. А потом буду уже соединять с самим мясным фаршем и добавлять хлеб с моченым молоком, яйца, там, соду. В общем, все, что я люблю для моих котлеток вкусных. Вот я сейчас стою раком, можно так сказать, и мою пол нашей душевой. Конечно, очень неудобно. Если бы хотя бы другая дверь тоже куда-то отодвигалась, чтобы полностью... Или хотя бы дверь, чтобы посередине была. А так получается, что левая сторона открыта, а правая сторона закрыта. И вот как с правой стороны мыть вообще неудобно. Ну, я вроде как отмыла, но там, смотрю, не сильно проходит вода, а там еще надо чистить этот дыр. Вот так. Сейчас вы скажете, вот и надо было менять душевую кабинку, вот ванную, нормальную ванную на душевую кабинку. Да, конечно, если бы я знала, что так будет неудобно мыть эту душевую кабинку, я бы от нее отказалась. Но если бы я знала, что есть на выбор очень много разных душевых кабинок, я бы выбирала сама. Но дело в том, что муж сам выбирал. А я вообще не выбирала. Он мне только показал, поставил перефакт, а вот такая будет. А я глаза открыла. Да, вот, красиво, вот, модернова. Вот. Я уже думаю, ладно, ждала хорошую кабинку. А теперь Галинка с той раком и мучайся, блин мой. И в следующий раз я скажу мужу, хай он сам мыт. Так, мыла душевую, аж спотела снова, волосы, елки-палки. Только сегодня голову помыла. Так, все, расправила Галинка плечи, встала с коленок и пришла на кухню жарить котлеты. Ну, а что делать? Мужиков-то надо кормить. Сейчас помою руки. Я тут уже жару котлеты, вспомнила. Вспомнила, несколько лет назад мы устраивали русско-итальянские встречи. У нас была, как бы, мы познакомились в одной группе, в одноклассниках с девчонками, между, ну, наши девчонки, которые замужем за итальянцами. И вот мы начали устраивать, ну-ка, одна девочка начала устраивать встречи, организовывать в одном городе, ближе там к Альпам. Вот, русско-итальянская встреча, в общем, с разной едой. Русская, наша еда и итальянская еда, наша, в общем, наша музыка и итальянская музыка, там, с песнями, с плясками, песни не помню, но пляски точно были. Вот, пляски танцевали тоже там. И как-то, когда была самая первая встреча, и мы девчонки писали там в группе между собой, кто что привезет, какую еду, ну, какое блюдо, там, надо было два каких-то, два-три блюда привезти. Вот, кто вино вез, кто там, тарелки, салфетки, там, все такое, стаканчики, ну, все одноразовое, конечно. Там было в одном помещении, там, со стола, и со стола, все цивильненькое, короче. Ну, я как-то спросила девчонок, говорю, а хотите я вам Наполеон привезу, Тор? Все наши девчонки, а, давай, 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 конечно, вези Наполеон. У всех ностальгия, оказывается, была по Наполеону. Вот, но я так подумала, Наполеона-то мало. Еще думала, что же я сделаю, что я сделаю. И потом я где-то в последние дни подумала, я сделаю, наверное, наделаю котлет. Купила там много фарша, помню, наделала этих котлет своих, привезла, короче, привезли, привезла котлеты тепленькие и торт Наполеон, такой вот большой торт Наполеон. Наполеон-тот ели наши девчонки напали, а на котлеты напали итальянские мужья. Как им понравились котлеты, потому что я не делаю, как итальянцы, котлеты, я их делаю по-своему, по-нашему, вот, еще и на пару. И вкусные они нежные получаются, такие вкусные, прям оттают во рту. Вот, что хочется, после одной хочется вторую, после второй хочется третью, вот так не остановишься, пока не наешься. Такие вот котлеты. И потом уже, когда была вторая, третья встреча, и постоянно меня просили, наши девчонки просили, чтобы я сделала Наполеон, торт Наполеон, а итальянские мужья меня постоянно просили, чтобы я делала только котлеты. И, в общем, и постоянно на каждую встречу я везла всегда торт Наполеон и наши эти котлеты. Все были довольны. Так вот, я вот сама, вроде как сытая, вроде я не хочу кушать, но я вот чувствую запах этих своих котлет. Так и хочется уже, слюнки текут, слюнки текут. Так, у нас уже полвосьмого вечера, мы уже давно поужинали, я уже пошла, отработала, и только вот села, начала делать фильм, сегодняшний блог. И мне вспомнило, что мне начали писать уже комментарии, почему у меня вот так вот все развернуто, когда телефон повернут на меня, когда камера повернута на меня, почему все развернуто неправильно. В общем, так получается, что я в машине сижу, как говорится, на левой стороне, а с правой стороны рулит муж. Вот так получается. Ну, потерпите немножко, потому что я сама нервничаю, почему так выходит, ладно, на телефоне показывает все нормально, а вот именно когда на компьютере, на компьютере уже ненормально показывает, вот так вот, уже перевернуто все. Так что потерпите, мы разбираемся, мы не знаем, что делать. Я в телефоне ковырялась во всех этих настройках, и ничего не могу понять, и даже, ладно, я не могу понять, даже муж, вот насколько он у меня специалист, и то он тоже не может найти причину, где, что, как это все настроить, не может понять. Но мы ищем, мы стараемся, так что все у нас изменится скоро. Хорошо, уже лето, уже можно сарафанчики одевать, вот так вот себя продувать, а уже как матрешка. Не видно никаких боковых отложений жировых. Ладненько, мои хорошие, у нас уже вечер. Всего вам хорошего, до завтра, до новых встреч. Чао-чао.